Уважаемые жители Украины, я хочу обратиться как к восточной, так и к западной части Украины. Меня зовут Кулинич Виталий Дмитриевич. Родился я в городе Лисичанске Луганской области. Сейчас много вопросов на восточной Украине про ущемление русского языка. Сейчас много провокаций со стороны того, что бандеровцы собираются ехать на восток, бить, громить. Я вам хочу сказать, я 5 лет проживаю в городе Борисполе. Работаю уже 3 года директором муниципального театра. Я никогда не занимался политикой. Но когда в нашей стране люди вышли, дети вышли на Майдан, а потом вышли и взрослые, и такие же, как я, молодежь, мы вместе стояли за нашей ценностью. Вы меня можете критиковать, и многие будут критиковать меня после этого интервью, но я вам могу сказать, что я, лично я, был во время штурма 18-го числа. Я видел всё это своими глазами. Мало того, что я это видел, я это пережил, и я вынес ни одного человека на своих руках. Это очень страшно. И я хочу вам сказать одно. То, что сейчас говорят о том, что бандеры едут на восток, неужели вы думаете, что я допустил бы, чтобы эти люди, которых вы называете бандеровцами, приехали на восток и начали бить моих родителей, моих родных, моих кумовей, моих родственников. Поэтому я вам хочу сказать, здесь все люди, граждане Украины. И каждый имеет право высказывать своё мнение. Я хочу сказать то, что немножко о себе, что моя судьба сложилась так, что я жил и в Крыму два года. Я учился и на Западной Украине, в городе Луцке, один год. И основное своё время я прожил в городе Лисичанский, Луганской области. Поэтому я побывал в разных частях Украины. И когда я приезжаю и в свой любимый город, и приезжаю на Запад, меня встречают мои одноклассники, мои друзья, мои родственники. Всегда с добротой и теплом. Я очень надеюсь на ваше благоразумие. Я хочу, чтобы вы делали выводы только после того, как вы всё увидите своими глазами. Вы знаете, сейчас ситуация в стране сложилась такая, что к нам якобы на помощь пришла Россия, дабы урегулировать наши неурядицы в стране. Я хочу вам привести один пример. Те, кто будет меня смотреть, услышат моё обращение. У меня много друзей, знакомых, которые обзавелись семьями. У меня много друзей, которых мы перекрестили друг друга, детей. Мы родственники уже. И у каждого есть семьи. И у каждого в семье бывает разного рода неурядицы. И неужели мы не научились понимать, что кроме нас самих в нашей семье никто не сможет навести порядок? И я уверен, что никто из семей не обращался за помощью к соседу для решения каких-либо семейных проблем. Я хочу обратить ваше внимание, что Украина — это одна большая семья. И неужели вы считаете, что самый дружелюбный сосед придёт и наведёт порядок у нас в семье? Пока мы сами вместе с вами не разберёмся в своих проблемах, мы никогда не получим никакого положительного результата от наших соседей. Я считаю, что в данный момент мы должны успокоиться, убрать агрессию в соцсетях и переключиться на свою работу непосредственную, заниматься своими семейными, должностными обязанностями. Я ещё раз обращаю ваше внимание. Не занимайтесь политикой дома за компьютером. Не занимайтесь. Я призываю вас всех. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!